Вот только вроде случилось, а уже 10 лет. Этим летом на кладбище в Лоскутово поминали Александра Неустроева, моряка подводной лодки Курск. Александр был единственным томичом, служившим на Курске. В августе 2000-го вся страна следила за трагедией в Баренцевом море. И многим казалось, что президент был слишком краток, отвечая на вопрос Ларри Кинга, что случилось с подводной лодкой. Десять лет спустя о погибших подводниках вспоминают в основном их близкие. Она у нас шибко за него переживала. Дома же висел тоже портрет. Она каждое утро вставала и подходила, сидела и разговаривала с ним. Так отмечали в Томске и Стрижевом десятилетия компании ЮКОС. Тогда, весной 2003-го, казалось, что ЮКОС в Томской области всерьез и надолго. Что Томск это восточный форпост нефтяной империи. Что отсюда начнется нефтепровод в Китай и другие энергетические мегапроекты. ЮКОС платил налоги, поддерживал социалку, делал серьезные инвестиции в высшее образование. ЮКОС нам платил тогда по 20 тысяч долларов в год за одного студента. Реализуя этот проект, мы сформулировали на самом деле пять принципов элитного опережающего образования. Чего до нас никто не делал в России. Уход ЮКОСа тяжело пережили и вузы, и областной бюджет. А сам Ходорковский незадолго до ареста успел дать интервью нашей телекомпании. Я считаю, что в обществе достаточно сил, которые не заинтересованы в том, чтобы люди в погонах сочли, что у них сегодня появился карт-бланш. Потому что, ну, если для олигарха нужен, там, я не знаю, генерал или генерал-полковник, то ведь это просто означает, что для обычного человека будет достаточно лейтенанта. В этот день, 3 сентября 2004 года, Томс готовился праздновать и веселиться на торжествах в честь 400-летия города. Хотя о захвате заложников в Бесланской школе все уже знали, команды отменять торжества не было. Только вечером того дня, после первых сообщений о штурме школы, губернатор на экстренном совещании с силовиками принимает решение отменить салюты, концерты и дискотеки. С одной стороны, понимаете, нас же постоянно хотят поставить, чтобы мы постоянно был траур и так далее. Вот когда с этой стороны, то все нутро кипит против. Но с другой, когда там десятки, может быть, и больше людей погибло, конечно, мы чисто по-человечески, мы вынуждены и будем вносить коррективы. Праздник перенесли на месяц. И в начале октября 400-летие отгуляли. Как раз на той неделе, когда президент Путин внес в Госдуму законопроект об отмене губернаторских выборов. Моей логики, по крайней мере, не хватает связать эти события вместе. Оказывается, в сентябре 2003-го мы выбирали Креса в последний раз. Осенью 2004-го в Кремле было решено, что выборность губернаторов создает угрозу безопасности России. Взамен выборов была придумана процедура утверждения местной думой кандидатуру, которую вносит президент. У губернаторов забрали многие рычаги управления регионом. И Креса, и других губернаторов отстранили от согласования структур силовых. Вот раньше он согласовал, кто там должен быть начальник ОВД, начальник там ФСБ. Потом сказали, что нет, вы там сращиваетесь, поэтому мы будем тут сами лучше назначать все это дело. То есть получается, что губернатор не может вызвать к себе начальника ОВД? В принципе, до определенного времени он это, если только начальник ОВД, почему-то не почитает губернатора. Почему-то не почитает чисто по-человечески. В принципе, он, конечно, может сказать, а кто ты вообще такой? У нас растет рост членов. Партстроительства «Единой России» в Томске начиналось как анекдот, рассказанный сенатором Житких. Потом стало не смешно. Сначала губернатору, который написал заявление о вступлении в ряды. Пошел. А потом и всем остальным. Мы можем завтра проснуться, у нас уже все это мячи стали, скажем, члены партии «Единой России». Де-факто, да и Юрьев, это может звучать как угодно, но де-факто это пожизненное исключение. Вот откуда такая зоологическая злоба, скажите мне, такая ненависть. 12 лет колонии строгого режима. Так областной суд оценил деятельность Александра Макарова на посту мэра. Осужденный виновным себя не признал, а свое дело считает политическим заказом. В 2009-м экс-мэр был выпущен под залог по решению Страсбургского суда, а летом 2010-го года принял участие в оппозиционном блоке «Мой город». Это была последняя и малоудачная попытка томских оппозиционеров объединить свои ресурсы. В 2002-м город прощался с Олегом Плетневым, спикером Городской думы, редактором «Томской недели». Тогда мало кто понимал, что так уходит целая эпоха открытой политической борьбы, в которой результат непредсказуем. Спустя несколько лет томская политика перешла в режим ручного управления сверху. Последним всплеском реальной политической борьбы в Томске стали выборы мэра. Слово предоставляется мэру города Томска Олег... Оговорка ведущего была знаковой. Николай Алексеевич смог выиграть у Александра Николаевича только благодаря усилиям всего административного ресурса. После выборов неугомонный Александр Николаевич еще немного побаловал, но был успокоен местом проректора по внеучебной работе медуниверситета. А вся выстроенная вертикаль власти в декабре 2010-го покосилась под натиском событий на Манежной. А в Томске 50 человек разных национальностей вышли на Новособорную площадь и взялись за руки, пытаясь продемонстрировать толерантность и дружбу народов. Продолжение следует...